Приветствую вас. Пожалуй, с первой позиции, с позиции более такой, знаете, простой, ваш сон означает, что у вас нету полного удовлетворения в единной жизни. И то, что есть сейчас, вас не устраивает. Единная жизнь с бывшей представляется вам более привлекательной, более разнообразной, более яркой, потому что, ну, потому что, собственно, вы испытывали то, и те ощущения, те эмоции, которых сейчас вы не испытываете. И, соответственно, у вас есть стремление к тому, чтобы это получить. По сути, это не удовлетворенные желания, по сути, это не удовлетворенные желания, которые вы естественным, прямым образом хотите удовлетворить. И, вообще-то говоря, это нормально. Нормально хотеть удовлетворить свои желания, нормально хотеть их реализовать, это нормально. Бывшие, это всего лишь символ, это всего лишь форма ваших желаний. Это как бы намек вам на то, намек вам о том, точнее, что не все, что вы делаете сейчас, не все, что вы делаете в данный момент времени, является правильным для вас. Что-то нужно немножечко изменить. Что-то нужно немножечко подправить. Это первый и, наверное, важный момент. То есть, этот момент касается больше практики, больше касается такой, знаете, практичности, я бы сказал. Это самое, что ни на есть, прямая форма того, что вы написали, без каких-либо интерпретаций и так далее. Если говорить о возможных интерпретациях, то бывшее для вас, это по всей видимости для вас бывшее, это символ какой-то некой такой определенной жизни, периода вашей жизни, может быть, если угодно, который вам сейчас представляется более лучшим, чем тот, что есть у вас на данный момент. И вот здесь нужна тонкость. Конечно, то, что в прошлом, оказывается нам всегда лучшим, идеализированней, приятней. В общем, хорошо там, где нас нет. Но это не значит, что это действительно так. И поэтому, прежде чем свой сон рассматривать, как сигнал к тому, что вашу жизнь нужно менять, и желательно менять ее в ту сторону, какой она была, например, когда вы, грубо говоря, были выше, прежде чем думать в этом направлении, я бы порекомендовал вам в обязательном порядке реально подумать. А, собственно говоря, не обманываете ли вы себя самим? Не выдаёте ли вы желаемое за действительное? То есть, говоря грубо, не движимы ли вы лишь только каким-то мифом, миражом и так далее. Потому что, если это действительно так, вам будет не очень хорошо. Ну и, наконец, последний возможный аспект, если не учитывать, если не брать в расчет, ну, например, знаете, какие-то такие уникальные, да, уже конкретные обстоятельства. это то, что вам бывшая девочка, которая, ну, с которой вы встречались когда-то, да, вам нравится. Это то, что бывшая вас привлекает, это то, что вы ощущаете, что бывшая у вас по-прежнему есть там чувства какие-то, да, и так далее. Если это так, если это действительно так, то тогда нужно попробовать с бывшей, условно говоря, пересечь. поговорить с ней заново с бывшей, как-то стараться встречаться, обсудить моменты, и, может быть, вернуть что-то назад. Может быть, постараться вернуть те отношения, которые у вас были. Я думаю, что это единственно возможный для вас вариант решения вашей задачи. Я думаю, что таковы основные интерпретации вашего сна. И я думаю, что какая-то из этих интерпретаций обязательно будет той, что является для вас более близкой, более четкой, более правильной и понятной. Быть может, есть какие-то интерпретации еще. Для этого нужно знать больше подробностей о вас. о вашей бывшей. О том, как вы живете сейчас. Я имею ввиду, какие у вас сейчас переживания, проблемы и так далее, и так далее, и так далее. Часто такой сон может присниться еще и потому, что вы просто это не значит, что вы не удовлетворены в интимной сфере. Это не значит, что у вас чувства. Это значит, просто, что тогда по вашему мнению проблем не было. была некая беззаботность. А сейчас больше проблем. И этот ссор, это как бы крик о том, что вы хотите избежать проблем. Если так, то нужно подумать, как решить больше сейчас проблем. К нелешаемым, да, не момент проблемам относиться к осозки с той точки зрения, что у любого осознанного человека всегда есть проблемы. Проблем нет только у тех, кто мыслит архаизмами, устаревшими понятиями и сугубо верующего человека. То есть такой, знаете, фанатик. У фанатики нет проблем. Он, все, во что он верит, это хорошо. То, что он не верит, это плохо, это не для него. И все. Такого человека очень легко живется, проблем у него нет, но сейчас ли такой человек, а главное, насколько верно он поступает, думаю, вы можете следить сами. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.